Символичный день, да, Владимир Анатольевич? Первое апреля. Не говори смеяться, надо нас поверить. Грусти. Присаживайтесь. Так, ну чё. Хорошо с тобой разговаривал? Ну, давай. Ну ты себе, приходи уже. Что теперь? Давай. Я, во-первых, если хочешь, я тебе могу объяснить. С моей стороны. Я когда встречался с Борисовым, Борисов, ты даже не знал, что ты не пройдёшь. Чтоб ты понимал, что ситуация возникла. Я сам не понимаю, что ситуация возникла. Борисов мне сказал, человек проблемный, но проходной. И всё. Мы не должны под отношения к тебе никто не позвонить. Что там произошло? Почему как всё это возникло? Я не знаю. Я с Шипиновым разговаривал вчера. Он говорит, Владимир Анатольевич, если бы она ко мне подошла, мы бы просто в другой участок пустили бы. Я сказал бы там, ну, не сработало всё ещё. Ладно, всё это уже в прошлом, как говорится, теперь, да? Да, я понимаю. Да, всё, ну давай, сейчас. Никто тебя выбросить не хочет, никуда не упадать не надо. Давай, сейчас просто надо, чтобы время успокоился. Чтобы Василий Николаевич успокоился. Давай, сейчас у тебя когда заканчивается срок помолочек? 28-го. Да, 28-го мая ты идёшь работать с помощником. Где ты сидишь, может быть, полгода. Отсидеться надо. Отсидишься. Мне вчера-то раз пообещали, Шиперин, Шиперин разговаривал. Ну, если обещает там заниматься кадром Шиперина. Он мне сказал, «Всё нормально будет, давай, отсидится она полгода». Через полгода мы её возьмём в мировую судебную. В Леонидский район она не пойдёт, конечно, к тебе, но вот так вот он предложил сам. Я её спросил несколько раз, «Могу я?» Это Ваши слова. Могу я ей сказать, что это Ваши слова? Да, могу передать тебе эти слова. Ну, тебе, наверное, Крыльков вчера говорила. Нет, она не просто воваривала. Поэтому что сейчас здесь вот? Успокаиваться надо. Надо, жизнь продолжается. Давай работать вместе. Я лично умею. Я тоже, я к Вам вообще никаких. Я очень Вас уважала, Эдин Торченко. Я не понимаю, почему так произошло. Вот поверьте мне, я думала, что я сработаю, что всегда можно сработать с любым человеком. Понимаете, у меня ведь тоже семья. Конечно. У меня сын, у меня мать. Ну, успокойся, давай, успокойся, Эдин Петрович. Всё, давай захочу. Ты не представляешь, как мне больно. Я представляю, всё. Давай, заканчивай. Не надо себя травить. Чего себя душу травить? Чем, чем, от этого всё равно лучше ничего не получится? Чего случилось, то случилось. Бывают всякие, жизнь и жизнь. Бывают всякие ситуации. Ты хоть бы, я не знаю, советовалась. Ну, ладно, что теперь говорить? Я всегда хотела, я всегда советовалась. Я всегда хотела. Я про это письмо тебе говорю. Да ну ладно, мы успеем. Почему? А знаете, вот, вы меня простите, господи, товарищ. Вот я не хотела слушать ЗСБ. Не хотела, поверьте мне. Ну, когда мне сказали, что со слов и вам верят больше, чем мне, и что никогда ничего не утвердят, и за меня никто просить не будет. Я думаю, господи, столько... То есть, кто говорил, кто чего, чего людей слушать? Ну, пришла... Что Килин сам сказал лично? Ну, правильно, потому что там что-то я не знаю, видимо. Ну, только нашла какая-то коса нахамина. Ну, бог с ней, что сейчас, я говорю, разбираться. Уже это дело прошлое. Ну, я понимаю. Сейчас надо думать уже об общем. Что дальше делать надо? Хорошо. Я все прекрасно понимаю, что ты сейчас, куда ты пойдешь? Куда ты сейчас? Ну, конечно, да. На улицу идти, время какое сейчас на улице. Поэтому давай решать этот вопрос таким образом. Я просто сейчас не знаю. Давай, она тебе сейчас, Татьяна Владимировна, звонила, да? Ну, я сказала, что вы подъедете. Да, надо здесь есть еще, надо... Я сейчас с Евгене Санычем разговаривала, она сказала, если вы... Ну, вам написать сейчас прям нужно. Да, ну, чтобы мы поехали. Она потому что Ралькова там сидит, находится. Ну, я давайте вам напишу... Ну, я надо не то, что написать, надо еду отправить. Я не знаю, успокойся, я тебя прошу. Давай, бельсируй. Обязательно, я вкус еды не чувствую. Мы занимаемся этим вопросом. Я тебе говорю. Я вчера у Шипельных больше часа был. А вот. Слушай, Денис, я отъехал в областной суд, у меня срочно уезжает. Давай, давай. Я не знаю, куда было жалоба. У тебя есть копия жалоба? Ты остался? Я думаю. У меня здесь на флешке есть. На флешке давай, поднимай эту жалобу. Давай, писать туда. Я не знаю, может быть, вот подумать, как сейчас, может быть, чтобы тебе от этой жалобы откреститься. Я не знаю, как ты что сделаешь. Ну, напишу, что пусть оставит без рассмотрения, не объясняя, просто не рассматривает по существу. Таким образом? Да, не объясняй, ничего. Ну, мало ли там. А что, я даже не знаю другое. Ну, отзываю. Да, просто прошу. Да, за жалобу свою отзываю. Отзываю, да, прошу не рассматривать по существу. И все. Да. Отзываю. Заявление, наверное. Нет, сначала шапку написать. Я написала. Заявление. Мне кажется, что наручим можешь написать. А, ну, может быть. Я так и так. Если слабо. Эльтаром, давай, успокаивайся. Я тебе, я... Я тебе, я вчера, я сочинь поздравляю. Я сказал, что мне не нравится. Я тебе сам обещаю, что я... Я вам верю, я отречу. Потому что не будешь никому видеть. Ну, кроме волка, конечно. Я тебе, я поделюсь. Я тебе, я вам почему-то... Я тебе, я тебе, я тебе. Продолжение следует... 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 Прошу вас с жалобой на решимую протекционную коллегию. Судя Старатского областного штрафа 26 февраля 16-го года, подлинный мой 21 марта 16-го года, по существу не рассматривается. Судя Старатского областного штрафа 26 февраля 16-го года, подлинный мой 21 марта 16-го года, подлинный мой 21 марта 16-го года. И это сын моего мужа. Он вообще мне никак, я его даже не знаю. Я когда с мужем познакомилась, он жил в гостинице, он все оставил, развелся. вообще никак не живет и даже не интересуется мы даже потом как-то пытались узнать приезжали на квартиру а их квартиру продано давно мы даже вообще о нем ничего не знаем и как он и чего я просто не могла его не указать потому что он его родственник нет он вообще нам никто и я он вообще даже не видела ни разу вот я написал прошу вас жалоба на решение квалификационной коллегии судьи саратовской области от 26 февраля шестнадцатого года потом на 21 марта шестнадцатого года по существу не рассматривать жалоба отзывали ну все я даю вот сейчас вот наверно то что набрать вот ее надо отправить мне копию надо это жалоба или отправить давай и у тебя не заменим корешок что мы отправили с тобой какой-то какой-то отчет какой-то нужно на почту поехали а слушай мне что можно снять еще можно еще не там не там люди как-то же не понимаются не 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 что это самое важное а у них вообще нет у них вообще сами заправлялись а я вам письмо написал Вот у меня новые картриджи, я их сама покупала. Мне хватает в принципе на долго. На много бумаги. А вот у них, конечно, и встали, и все в порядке. Вот у меня есть картриджи. Вот у меня есть картриджи. Я на песке в округ два месяца. Вот у меня есть картриджи. Вот у меня есть картриджи. Вот у меня есть картриджи. Акция сюда, чтобы все правильно закупить. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...